С вами MegaAbzor.com. 3 марта на консолях выходит игра у нас Return of Red Rising Hood. Это игра от Indie Studio. Насколько я знаю, там один человек. Это Колосов Антон. Ключик мне скинули на почту без каких-либо просьб по тому, чтобы сделать обзор. Игру я посмотрел. Игра получилась довольно интересной и хочу о ней рассказать. Игра, собственно, вышла изначально на ПК. В Steam она есть. И, как я понял, у нее было несколько версий или модификаций, правильно сказать. На консолях выходит Encharted Edition. То есть она уже улучшена. Здесь, как я понял, больше концовок. И вырезали квестовую часть, которая была на компьютере. Там заключалось то, что необходимо в какой-то локации было найти предметы. Такую квестовую часть в виде прелюдии сделать, где вы собираете ингредиенты для пирожков, которые будет готовить мама. Это я так понял. На консолях это будет только интерактивное приключение в виде текстовой новеллы с выбором вариантов ответов. Игра предлагает 51 трофей. Там есть золотые и платина, конечно же, есть. Плюс-минус займет час. Но это не легкая платина. То есть тут нужно будет подумать. И порисовать схемы. И вникнуть в варианты, которые предлагаются в плане ответов. Итак, история у нас рассказывает про красную шапку. Я думаю, что с этой сказкой знакомы многие. Есть у нее традиционный финал. Есть, наверное, один-два каких-то дополнительных. А что если таких финалов может быть несколько? И вот как раз в этой игре дают ответ на них. Для того, чтобы, собственно, проще объяснить сам процесс, эту саму историю рассказывает у нас мальчик для своей маленькой сестры. Ну и, соответственно, этот мальчик может фантазировать. И вот как раз вот этим можно объяснить такое большое количество вариантов. Нет тут никакой линейности. Единственное, что вы на старте вот начинаете. И там небольшой такой стартовый момент, когда вы выбираете один из пяти пирожков. То есть да, даже тип начинки влияет на то, как дальше будет развиваться. Где-то могут быть грибы, где у мамы, например, может сознание какое-то такое дополнительное, альтернативное. Там есть капуста, мясо и вот такие вот разные варианты. А также можно выбрать, например, дочка может отказаться нести эти пирожки, тогда мама пойдет. И вот таких вот вариантов тут очень много. И я даже на старте, для того, чтобы вот все вот эти 50 концовок найти, быстро понял, что запомнить будет тяжело. Думаю, обрисую вот эту схему для того, чтобы было проще разобраться и проще понять, в каких направлениях играть. Но очень быстро уже, по-моему, на второй начинке не особо это начало помещаться на листок. Уже сокращал название вот этих ответов до просто кружочков со стрелками. Ну и в итоге где-то на третьем уже четвертом полностью запутался и пытался просто запоминать по количествам. Один или два, запоминать эти ответы. То есть здесь вариаций очень много и очень не хватает инструмента, который бывает иногда в текстовых новеллах, которые мы тестировали, например, это аниме. Там подсвечивались те варианты, которые вы выбрали ранее. И получалось проще разобраться. Вы идете по ветке и понимаете, что вот это, например, еще без пометки, то есть, например, какое-то более такое яркое, а какое-то потемнее. Серый, например, то, что вы выбрали ранее, а черный — это новый ответ. И вот было бы проще разобраться. Особенно с учетом такого большого количества. Но здесь этого не хватает. Есть система сохранений, но мне кажется, она здесь не особо нужна. Объясню, почему. Да, вы можете сохраниться, например, в каких-то вариантах ответов, но потом вы можете, опять же, еще больше запутаться в этих сохранениях и не вспомнить, к какому сохранению вы хотите вернуться. Мне кажется, тоже очень большой вопрос в этом плане, в плане удобства. Но здесь достаточно интересно подошли. Не для галочки эта история. Очень много концовок. Там даже чуть ли не бабка вурдалак есть. Есть вариант, когда из волк у нас путем магических таких этих у нас появляется, как из лягушки принц. И, собственно, парочка уходит в закат. И вот из этой бабьи ямы с мамой и бабушкой я так понимаю, что эта девочка уходит. Есть варианты с лесорубами или еще таких очень много. То есть 50 концовок, это, судя по трофеям, возможно, есть еще какие-то, которые я изначально не нашел. Но, по-моему, 50. Похожих там, на самом деле, мало. В плане информации. Это подается в виде картинок. Судя по описанию, там 400 сцен отрисовано. И вот в этих сценах мы видим текст, который вы читаете. Это Инди Студия, напомню. Здесь нет озвучки. Бюджет все-таки для таких проектов очень ограничен. Но, тем не менее, текст тоже интересный. Тоже не для галочки. Вполне себе над ним поработали. И вот эту схему тоже кто-то в голове продумал. И достаточно интересно получилось. Есть русский и английский язык. Выбрать можно. Ну, и есть музыкальный фон. Он тут не замысловат. Я, по-моему, такие треки слышал в некоторых других инди-играх. То есть, здесь нет никакой уникальности. Но, с другой стороны, не надоедает при выборах. Играл примерно около 40-60 минут до платины. И вот где-то до двух трофеев были сложности. Там уже более детально не звучал. Ну, а в целом, получаем текстовую новеллу про красную шапку с большим вариантом концовок и платиновые награды. Игра достаточно интересная. Если вам нравятся текстовые новеллы, можно вполне рассмотреть. Ну, и для коллекции себе добавить платину. Ну, плюс и поддержать небольшую студию. Игра вряд ли будет стоить дорого. Return Red Reading Hood. Кстати, также доступна в Steam. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.